Добрый вечер, меня зовут Андрей Макаров. Я представляю компанию Центр недвижимости Сбербанка, которая работает над проектом Дом Клик. И сейчас я расскажу вам про то, что же появилось в новой версии Dagger 2.11, которая вышла в конце этой весны. И что же за пакет там новый Dagger Android, и как это нам улучшит жизнь. Для начала, кто здесь вообще пользовался Dagger хоть раз? О, класс! Значит, уже знаете, что такое компоненты, модули. А кто-нибудь смотрел уже Dagger 2.11? Ну, все равно, надеюсь, что-нибудь новое узнаете. Для начала, что же мы хотим от вообще Dependency Injection как концепта? То есть, первое, мы хотим писать меньше кода, то есть, я не хочу думать, откуда мне моя зависимость должна прийти, я хочу, чтобы за меня это сделал фреймворк. Второе, мы хотим, чтобы все это было достаточно просто, чтобы нам меньше поддерживать, чтобы оно было удобно конфигурируемое. И третье, если мы хотим для тестов, например, подменить часть зависимости МОКами, чтобы это было удобно. Ну, почему Dagger? Ну, во-первых, не использует Reflection, а значит, работает чуть быстрее, сгенерированный код читать удобнее, и там, если мы хотим и дешечкой по нему пройтись, то это тоже вполне хорошо работает, там и поиск есть. Во-вторых, это Open Source от Google, ну и, конечно же, начиная с 2.10 и в 2.11 стало еще лучше, есть поддержка какая-то в Android. Для начала разберемся, что же нам не нравилось в Dagger 2.10. То есть, для тех, кто пользовался Dagger, такая схема может быть вполне знакома. Во-первых, мы где-то в компоненте объявляем, что мы инжектим Activity, и потом где-то в самом Activity мы либо создаем этот компонент, либо достаем его откуда-то из другого места и вызываем на нем injection, inject this. Кто-нибудь встречался с такой схемой вообще? Чем нам не нравится такая схема? Во-первых, тем, что Activity само ответственно за то, чтобы заинжектить себя и предоставить себе зависимости. А второе, мы получаем, что Activity знает о внутренней структуре дерева наших компонентов, что не очень удобно, потому что если мы хотим подменять их где-то в тестировании, или если у нас там есть 2-2 версии приложения, то получается сложно, мы должны везде копировать всю структуру дерева. Значит, что же мы получим в 2.11? В 2.11 мы получим, что все станет просто, если мы наследуемся от Dagger Activity. Сразу скажу, что это не обязательно, но в простейшем случае это так, и сразу же после того, как закончится super.onCreate, мы можем использовать наши зависимости. Теперь давайте посмотрим, как Dagger объяснить, чтобы это все заработало. Во-первых, нам нужно в наш головной компонент добавить вот такой вот модуль. Этот модуль идет прямо в пакете Dagger Android. Просто добавляем его сюда. И второе. Делаем так, что наш компонент выполняет интерфейс Android Injector, и в качестве параметра туда передаем класс нашего приложения, то есть в данном случае, допустим, GitHub App. Дальше наше приложение GitHub App должно унаследоваться от Dagger Application, тоже в простейшем случае. То есть это тоже не обязательно сделать, потом посмотрим, как можно и без этого обойтись. Второе. В Dagger Application у нас есть один абстрактный метод, который нужно определить, и в котором мы вернем наш компонент, который мы только что пометили, как он выполняет Android Injector с параметром нашего приложения. И третье. Нам нужно будет создать модуль, в котором нужно будет прописать абстрактный метод, который будет возвращать классы тех activity, которые мы хотим инжектировать, и пометить этот метод аннотации Contributes Android Injector. Немного о том, как это все работает. Во-первых, есть два таких интерфейса. Интерфейс Android Injector в нем всего один метод. Это inject, который принимает в качестве параметра тот же класс, который у него в параметре как generic. И второй класс — это hasActivity Injector, который нам возвращает Android Injector для инжекции activity. Есть еще класс Android Injector, в котором есть статический метод .inject, который принимает activity. И, собственно, забегая вперед, через него основная часть инжекции будет происходить. Что у нас здесь происходит? Мы из activity, которую мы хотим инжектировать, доставим application. Application кастуем на hasActivity Injector и вытаскиваем из него activity Injector. И на activity Injector вызываем метод inject для того activity, которое нам пришло в метод. И, собственно, что мы видим? Что activity видит только, по сути, свой activity Injector, а из application торчит только метод, который его возвращает. То есть уже хорошо. Уже никаких зависимостей компонентов, никакой структуры дерева мы уже в связке не видим. Что же на самом деле даггер-аппликейшн и как нам его сделать самим, если мы не можем или не хотим от него наследоваться? Значит, первое. Собственно, выполняем интерфейс с hasActivity Injector. И второе. Достаем наш компонент. То есть в случае даггер-аппликейшн, это через тот метод, который мы переопределяли. Если вы пишете application сами, то можете прямо здесь его создать. И тут же инжектируем саму application, в результате чего мы получаем вот такую вот зависимость. Класс DispatchInAndroidInjector. Он у нас появился в дереве благодаря тому самому модулю AndroidInjector и аннотации ContributesAndroidInjector. Вот. Собственно, и благодаря этому мы просто возвращаем его в качестве нашего Activity Injector, и он нам все уже сам сделает. Таггер-активити, от которого, если мы не хотим наследоваться, все, что он делает, это он вызывает AndroidInjector.injector на себя до SuperOnCreator. То есть если мы хотим сделать такой Activity сами, можем сделать то же самое. Либо если мы не хотим, чтобы Activity само разруливало всю свою инжекцию, то мы можем, например, где-нибудь, где у нас есть контекст, подписаться на Android Lifecycle Callbacks и просто вызвать этот метод там. Вот. Собственно, даггер-активити точно так же получает DispatchInAndroidInjector, но уже для фрагментов. И получается, что та связка, которая у нас была между application и activity, даггер-активити делает между activity и фрагментами. То есть во фрагментах та же самая схема, то есть есть точно такой же AndroidInjector.inject для фрагментов, который умеет лезть в application, а application уже лезет в... ой, который умеет лезть в activity, а activity уже лезет в application. Собственно, что же за волшебная нотация contribute с AndroidInjector, и что мы с ней можем делать? Ну, во-первых, можем ее использовать просто так, без ничего. Вот. В принципе, наш activity будет заинжекшен. Но если у нас у этого конкретного activity есть какие-то свои зависимости, которых мы не можем или не хотим делать в основном компоненте, то мы можем прописать сюда какой-то еще один модуль. Вот. И помимо этого мы еще можем к этой аннотации поставить еще аннотацию scope. Ничего не напоминает, какие еще компоненты в даггере имеют и scope, и модули в параметре. Ну, в общем, есть компонент, и вопрос почему. Давайте разберемся, что же делает даггер, когда видит такую аннотацию. А именно он создает нам модуль. Модуль с вот такой вот... Там есть две штучки интересные. То есть первое — это инструкция для диспатча на Android Injector. В принципе, нам не так важна, если мы не хотим писать такой модуль ручками. А второе — это он создал нам саб-компонент, в котором у нас есть проставлен и наш scope, и наш модуль. Класс. Но задается вопрос, что если у нас есть компонент для каждого активити, который мы хотим инжектировать, а что если у этого модуля вдруг окажутся зависимости, которые мы хотим передать в момент инжекции. Как нам эту проблему решить? И, к сожалению, аннотация Contributes Android Injector нам уже здесь не поможет. Нам придется написать такой модуль ручками. Но если мы пишем ее ручками, то у нас есть возможность сделать вот так вот. Именно мы можем сказать нашему саб-компоненту Builder, что он в качестве параметра, во-первых, принимает наш модуль, а во-вторых, так как это не просто Builder, а Android Injector.Builder, мы можем переопределить в нем метод seedInstance, в который в момент инжекции придет инстанс нашего mainActivity. и в нем уже мы из этого Activity можем вытащить наши зависимости для модуля и, собственно, задать его здесь нашему саб-компоненту. Хорошо. Но теперь вопрос. У нас есть саб-компонент для каждого Activity. В нем мы можем конфигурировать его модулями. А как быть со скоупом? То есть если я не хочу, чтобы наши зависимости создавались каждый раз при инжекции, что мне делать? И самый простой способ — это просто в самом Activity заинжектить этот саб-компонент, который создался. Чем это плохо? Мы избавлялись от того, чтобы потом прокинуть его через, как любой другой объект, через onRetainNonConfigurationInstance. И, соответственно, на этапе, когда мы хотим инжектировать, проверить, у нас есть сохраненный или надо на убрать. Но чем плохо? То, что мы избавлялись от зависимости от дерева компонентов, и тут она у нас опять так вылезла. Давайте избавимся здесь тоже. Значит, для этого, во-первых, будем инжектировать не наш саб-компонент, а будем инжектировать Android Injector. Но, к сожалению, если мы просто так сделаем, Даггер нас не поймет. Нужно ему объяснить, что в качестве Android Injector мы хотим тот самый саб-компонент. Для этого мы либо в уже имеющемся модуле, либо в новом модуле прописываем вот такой вот метод. И, собственно, он нам возвращает наш Android Injector. В качестве параметра у него тот самый саб-компонент и помечен нотацией binds. То есть здесь как бы есть зависимость от того саб-компонента, но это уже внутри конфигурации Даггера. И если мы хотим что-то где-то подменять, то конфигурация будет другая, и не проблема это здесь заменить. И после чего этот модуль мы вставляем в качестве параметра внутрь аннотации contributes Android Injector. И у нас, получается, как бы все проблемы решены. Итого, для того, чтобы это все нам запилить, что нужно? Это, во-первых, добавить Android Injector модуль в наш основной компонент. Во-вторых, либо наследоваться от Dagger Application и выполнить HasActivity Injector, наследоваться от Dagger Activity, либо вызывать Android Injection.inject на него, либо… А, ну и добавить в основной компонент модуль с абстрактными методами, помеченными аннотацией contributes Android Injector. То есть для тех, кому не терпится во все это потыкать, есть замечательный гугловый пример с этим. Там это все есть, и оно там все работает, можно этим пользоваться. Собственно, все. Видимо, вопросы? Да. Есть. Меня интересует вопрос по поводу уязвимости. Существует Clock and Dagger, если вы слушаете, или атака, как вообще реализуется, как вы пытаетесь скрыть ее? Честно говоря, к сожалению, о ней не слышал. Простите. Ну, существует даже множество статей, я не знаю, на Касперском сайте. Можете рассказать подробнее, чем она заключается, такая атака? Там использование скрытых функций activity window. Давайте мы это отложим до кулуаров. Это действительно интересный заговор, но это явно выходит за рамки одного вопроса. Оставайтесь. Поговорим. Спасибо за доклад. Если можно для наглядности перемотать на слайд, где мы расписывали Dagger Activity. Так, не проблема. У меня, собственно, вопрос очень простой. А каким образом вот эта схема цепляется к обкомпату? В Dagger на самом деле есть не только пакет Dagger Android, но есть еще пакет Dagger Android Support, и там есть такой же Dagger Activity, который наследует от обкомпата. Спасибо за доклад. Вопрос на самом деле очень простой. Падать все это будет в рантайме, когда у нас какое-то activity не заимплементит has fragment injector. Так, ты имеешь в виду, если мы делаем это сами? Нет, если, например, я беру фрагмент и полагаю, что он у меня лежит в activity, который имплементит has fragment injector. Насколько я помню, там по исходникам вот androidinjection.inject.this, он там инстанцовами перебирает. Перебирает, да. То есть если у тебя фрагмент этого ожидает, то она упадет, да, и упадет в рантайме. Окей. Спасибо за доклад. Вопрос следующий. У меня есть большая просьба. Задавайте вопросы. Если у вас есть что рассказать, поделиться опытом или покидаться чем-нибудь на вентилятор, у нас вот за пределами этих стен есть куча возможностей для этого. Правда. Уважайте этого друга и не отнимайте время. У тех, кому правда интересно что-то спросить. Вопрос следующий. Для того, чтобы инжектировать что-то в activity либо фрагмент, нужно заполнить интерфейс, да, has fragment injector, либо has activity injector. Ну, либо отнаследоваться от dagger activity либо dagger фрагмента, где уже это есть. Но если возникла такая ситуация, что нужно что-то заинжектировать, скажем, внутрь view. А не фрагменты, либо activity. Как это можно решить? Вообще в dagger такой системы из коробки нет, к сожалению. Но ничто не мешает тебе написать свой интерфейс, там, has view injector. И придется, к сожалению, пользоваться не аннотацией contributes, а антоид инжектор, а вот писать вот такие вот модули. Где они там были-то? В общем, все как раньше. Ну, не совсем. Не совсем. Ты все равно сможешь добиться того, что у тебя view не будет знать о структуре компонентов. То есть, где он был-то? В общем, из-за того, вот такую штучку придется написать самому. То есть придется сделать аннотацию view key. Тоже binds into map. И вот такие субкомпоненты. И вот здесь вот у тебя будут твои view. Но, к сожалению, в даггере этого из коробки нет. Но, в принципе, это реализуемо. Хорошо, спасибо. Вот вопрос. Я правильно понял, что вот с помощью вот этой магии можно, ну, если я захочу делать ту же самую магию с Moxie, у меня получится это сделать или нет? С чем? Инжектить все в презентер. То есть, ну, в плане с такой же магией, то есть, зависит. Но обычно как делается? Ты инжектишь презентер внутрь activity, а презентер, создание его, уводишь в модуль. И тогда у тебя внутри модуля ты можешь кучу параметров передать и сам их там задать. Либо ты можешь твой презентер, конструктор, пометить аннотацией inject, но все равно его инжектить в activity. Либо третий вариант точно так же, как с view, повторять вот всю вот эту вот магию, но это будет неудобно. Проще заинжектить презентер в activity. Под Moxie вы не интересовались? Нет никакой макши? Просто хочется, чтобы оно само инжектилось. То есть, если у нас есть инжект презентер, хочется, чтобы презентер еще само инжектил всякие зависимости. Напишите в библиотеку. Или напишите автору Moxie. Он у нас в прошлый раз был. Наверняка он как любитель, по-моему, Даггера в том числе сделает. Он довольно приятный человек. Просто можете… Не, в плане того, что интересовались этим. Камин-ауты, камин-ауты. И, наверное, последний вопрос. Вижу там. Артем. В старом Даггере брали просто application component. Из него все перекидывали, что надо, что создавалось. Здесь, по сути, делается то же самое, только добавилось пару интерфейсов. А в чем суть, что новое? Насколько я понял, это чтобы они из одного… Допустим, если что-то используют что-то, оно не могло использовать то, что ему не нужно знать. Я правильно это понял? Ну, вообще, то, чтобы что-то использовало что-то и не могло использовать то, что ему не нужно, это было и в старых версиях. Что здесь стало удобнее, это то, что если вы хотите потом что-то подменить где-то, то не нужно потом думать о том, что я хочу activity, но хочу в ней не настоящий презентер, а какой-то замоканный. А activity у меня сама лезет в application, достает оттуда компонент. Это значит, что я в этом компоненте должен это как-то поменять в тестовом. Можно просто отдать ему Android Injector, в котором будет уже просто какой-нибудь… будут моки, и все. То есть не нужно городить лишнее целое… копировать всю структуру дерева ради одного теста. А вот в тестах как используется? Кстати, раньше же советовали не использовать даггер в тестах, а здесь поменялось что-то? Здесь вообще они говорят не использовать даггер в юнит-тестах. То есть в юнит-тестах есть один класс, и можно все зависимости, которые передавал ему даггер, передать руками. Но если вы хотите писать какие-то там тесты более высокого уровня, там интерграционный UI, то нужно уже собирать куски приложения. И если вы хотите подменить одну часть, то в прошлом варианте это было проще всего сделать, подменяя модули, то здесь проще подменять целиком компоненты уже. Спасибо. А еще пять копеек. Из того, что добавилось, добавилось кода генерации для кода генерации. Это сама по себе прекрасно. Монитор в мониторе. Спасибо большое. Наверное, это был последний вопрос. Андрей, предлагаю тебе выбрать самый интересный вопрос. Ну, самый интересный вопрос я бы назвал тот, который был про уязвимость, потому что мне самому интересно почитать побольше про это. Это тенденция. Второй раз награждает человек, который не задавал вопрос. Напомните, пожалуйста, кто задал его. Спасибо большое. И спасибо большое, Андрей. Спасибо.